всем привет продолжаем тему новогодних блюд сегодня с вами приготовим холодные закуски два вида первые будут бутерброды со шпротами вторые бутерброды с сыром и чесноком украшенные помидоркой получится очень нарядно вкусно и необычно поэтому обязательно подписываемся ставим лайк и погнали и нам понадобится тостовый хлеб у меня 20 ломтиков 10 белых 10 со трубями банка шпрот 20 хвостиков огурец 100 150 грамм и для цвета добавим красный лук понадобится ну буквально грамм 20 помидоры черри 10 штук у меня желтенькие можете смело брать красные будет еще ярче для начинки берем сыр творожный 300 грамм сыр твердый 150 грамм сыр можете брать абсолютно любой даже колбасный 1 2 зубчика чеснока 10-20 грамм и в зависимости от того насколько соленый у вас твердый сыр возможно вам понадобится немножко соли я сегодня беру буквально плюсом 1 грамм и любая зелень для оформления можете взять петрушку зеленый лук или укроп для начала нам нужно подготовить тостовый хлеб мы его нарежем придадим ему необычную форму некое такое подобие тарталеток ну а затем выставим на противень и отправим сушить в разогретую до 150 градусов духовку на 10-15 минут но конечно же ориентируйтесь на особенности вашей духовке для первого вида бутербродов хлеб нарезаем вот таким образом затем прокатываем при помощи скалочки совсем немножко ну а затем придаем вот такую округлую форму фиксируем зубочисткой и отправляем на противень для второго вида бутербродов нам хлеб нужно порезать уже на два вот таких треугольничка тоже слегка прокатываем и закручиваем чтобы у нас получились вот такие интересные конвертики тоже фиксируем зубочисткой точно так же поступаем со всем остальным хлебом ну а затем устанавливаем его на противень можете предварительно застелить его пергаментной бумагой отправляем немного подсушиться в духовку разогретую до 150 градусов на 10-15 минут но повторяюсь ориентируйтесь на особенности ваших духовок ну а если у вашей духовке есть функция конвекция то непременно ее включите здесь она будет очень даже полезно а пока хлеб подсушивается приготовим начинку нам нужно сыр и чеснок натереть на мелкой терке затем смешать его с творожным сыром и если необходимо посолить а у а Даем хлебу немного остыть, затем удалим все зубочистки. Ну а пока хлеб у нас остывает, мы с вами нарежем огурцы и подготовим все остальное необходимое для оформления наших бутербродов. Теперь нам остается только начинить и оформить. И потрясающе вкусные, красивые, эффектные бутерброды будут готовы. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Готово! Смотрите, какие красивые, такие оригинальные, изящные. Пробуем! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Хлебушек хрустящий, но не высушивайте их сильно. Внутри они остаются мягкими. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Рыбка, огурчик, сыр, чеснок и хрустящий хлебушек. Я не буду ее доедать. Я просто вас уверяю, что это будет просто хит. И сметаются они со стола в первую очередь. Теперь пробуем второй вариант. Помидоры с сыром и чесноком по-новому. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Думаю, в Советском Союзе практически все делали такой салат. Ну, а теперь вот в таком исполнении ваши гости будут удивлены. Им точно понравится идея такой подачи. И не жалейте зелени вкуснее и еще вкуснее. Вот такие, казалось бы, старые, добрые, проверенные временем рецепты, но в новом, изящном виде. Обязательно готовьте и фотоотзывы присылайте мне. А, да, кстати, совсем забыла вам сказать. У меня с этой раскладки получилось 40 таких бутербродов. Если для вас это много, просто делите напополам или даже на 4. Ну, а мы на сегодня с вами прощаемся. Жду ваши фотоотзывы ВКонтакте. Ссылочка будет в описании. До новых вкусных встреч! Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok